На улицах Сахарова и Заболотного самая большая плотность населения в Одессе. Городские нормы озеленения в этих районах нарушены в десятки раз. Тем не менее, все чаще нетронутые территории огораживаются металлическими заборами. И прямо под окнами жилых домов вырастают новые каменные строения. Помню этот поселок еще цветущим и зеленым. Теперь вы сами видите, плавно превращаемся в каменные джунгли. Население растет, машины, количество увеличивается, зеленых насаждений все меньше. Вырубается, сносится все, что можно. В разгаре предвыборной гонки 2010-го городские чиновники, положа руку на сердце, обещали превратить неухоженную поляну на улице Заболотного в благоустроенный парк. Не упустил возможность подписаться под масштабными планами озеленения народный депутат Украины Геннадий Труханов. О создании сквера политик громогласно заявлял на собственном сайте. И даже лично побывал на месте предполагаемой зеленой зоны. Но красивые слова так и остались достоянием интернета. На деле же масштабная территория ушла под застройку. В 2012 году в марте месяце Геннадий Труханов приезжал сюда, смотрел, слушал пожелания людей и обещал, что поможет создать новый парк. Все это запечатлели, есть все его слова. И сейчас мы видим опять стройка здесь. Огороженный участок превратился в тренировочную базу для Евробаскета 2015. Будет ли площадка общедоступна после чемпионата, еще не ясно. Закон о строительстве вызывают у митингующих сомнения. По поводу проекта у меня есть вопросы касательно того, что в материалах генерального плана данная территория обозначена как территория многоквартирной жилой застройки для реконструкции. Тем не менее, я не видел, у меня нет информации о том, был ли принят, утвержден детальный план территорий, который предусматривает размещение подобного спортивного объекта. Возмущенные жители подали заявление в милицию. Там пообещали разобраться. Между тем, это не единственная территория, отданная с позволения Геннадия Труханова под застройку. Стадион на улице Марсельской уже стал поводом возмущения одесситов. Весь строительстве участвует скандальный мажор Феликс Петросян, виновник громкого дорожно-транспортного происшествия. В 2008 году автомобиль Тойота Прадо, за рулем которого находился Феликс Петросян, разбил 11 машин. Водитель одной из них погиб. Несмотря на многочисленные разбирательства, ходатайство прокуратуры и вмешательство центрального аппарата МВД, мажор Петросян пока так и не понес наказание. Однако о своих компаньонах Геннадий Труханов говорит с философской точки зрения. Если человек совершил преступление, либо проступок, он несет за это ответственность. Но это ни в коем случае не запрещает этому человеку строить стадионы и делать другие вещи. У каждого грешника есть будущее, а у каждого праведника есть прошлое. Не знаю, поймете вы меня или нет, но дело в том, что если даже он сегодня занимается этими делами, то я не вижу никакого диссонанса между его поступками в жизни. Будучи молодым человеком, можно совершить какую-то ошибку. Будучи повзрослев, можно ее исправить. С таким мировоззрением ошибки можно совершать постоянно. Вот только расплачиваются за депутатские решения зачастую простые одесситы, которые вынуждены жить в условиях непрекращающейся стройки. Олег Кондратьев, Алексей Кулегин, Новая Одесса.